Приветствую вас всех на канале Мастер ССС, на связи с вами Серега. Ставьте лайк этому видео, потому что помните, что следующее занятие по курсу HTML-мастер вы получите только тогда, когда это наберет более 40 лайков. Ставьте лайк прямо сейчас. Сегодня мы с вами будем знакомиться с тегами, которые отвечают за базовое оформление текста на HTML-страничке и заодно сразу же разберемся со спецсиволами, то есть что это такое, зачем они нужны и как их проставлять. Поехали. В первую очередь давайте мы здесь полностью все удалим и сделаем на нашей страничке импровизированную шапку. Почему импровизированную? Потому что мы ее сделаем немножко неправильно, у нас нет стилей сейчас, вы не знаете как их использовать, не знаете некоторые дополнительные теги, но мы будем отталкиваться от того, что есть, а потом постепенно будем все это дело модернизировать. Итак, первые теги, которые мы разберем, это теги от h1 до h6, которые отвечают за вывод заголовков. Давайте, например, мы здесь заведем название для нашей странички и напишем дневник по HTML. Отлично. Видим, это тег h1, который выводит заголовок и видим, что изначально он у нас очень большой. h1 это заголовок первого уровня и он считается самым высоким. Дальше давайте мы, например, напишем описание нашей странички, разместим его уже в теге h2 и в нем напишем примеры и практика. Примеры и практика. Как видите, h2 это заголовок второго уровня и он уже меньше, ну, визуально меньше, чем заголовок первого уровня. И таких заголовков может быть от h1 до h6 и чем больше уровень заголовка, тем он меньше имеет значение и текст тоже становится меньше. Дальше, давайте мы здесь проставим, вот пока что потом уберем линию hr, ну то есть это как бы у нас тут шапочка, сделаем вид, будто заканчивается. Еще раз напомню, что это неправильно, но так как мы только начинаем изучать HTML, будем пользоваться тем, что есть. И теперь ниже давайте мы разместим заголовок третьего уровня и напишем название, например, сегодняшнего дня. Это базовые теги или так вот базовое оформление текста на странице. Вот так. И ниже мы начнем уже расписывать то, что мы сегодня будем изучать. Итак, первое, о чем нам стоит упомянуть, это, конечно же, сами теги заголовков. Давайте мы заведем тег абзаца и, например, напишем теги, теги здесь в кавычках напишем h1, поставим потом пробел, дефис пробел и здесь уберем вот эту кавычку и поставим h6 и напишем ниже. Отвечают, отвечают за оформление и вывод заголовков с первого по шестой уровни. Так. И смотрите, если я сейчас обновлю страницу, то вы увидите, что здесь выводится совершенно не то, что нам надо. То есть теги h1 и h6, они совершенно не показываются и, более того, дополнительно в нагрузку мы на этой странице получаем две ошибки валидации, потому что оба вот эти тега парные, вообще все теги, которые мы будем рассматривать сегодня, парные и у них нет закрывающих тегов и получается у нас две ошибки валидации. Так вот, как же отобразить эти теги на странице? Для этого используются спецсимволы. Давайте мы здесь уберем вот так вот наши кавычки. То же самое сделаем вот здесь. Так, стоять. Вот так вот. И смотрите, как отобразить угловую кавычку, чтобы браузер ее не обрабатывал и не воспринимал как тег. Все очень просто. Мы используем спецсимвол. Задаются они следующим образом. Мы ставим знак амперсант. Вот так вот. Затем пишем код нашего спецсимвола. Открывающая угловая кавычка это lt. Видим. Ставим точку с запятой и в html она вот здесь отобразилась. Теперь давайте мы закроем наш тег lt. Точнее кавычку закрывающую поставим. Опять-таки используем спецсимвол и ставим здесь уже gt. gt. Вот так вот. И получаем вот такие штуковины. Видите, да? Теперь давайте мы все это дело вставим сюда. Ставим дополнительно сюда. И в итоге получаем оформленные теги h1 и h6, которые отвечают за вывод заголовков на нашей странице. Видите, как все на самом деле просто. И при помощи спецсимволов мы можем отображать не только угловые кавычки, а большое множество различных всяких спецсимволов. Давайте мы... Знаете, что сделаем? Заведем здесь еще один тег hr и сделаем, так сказать, импровизированный подвальчик. Поставим тег p давайте. И здесь напишем, например, 2015. Видели, наверное, как пишут в подвалах. Ставят знак копирайта. Ставится он следующим образом. Амперсант. Пишем copy. И у нас появился знак амперсанта. То есть помните, да? Копирайта. Сначала идет символ амперсант, потом код нашего спецсимвола и затем точка запятой. Вот так считается правильное их заполнение. Дальше давайте мы здесь напишем. Так. Своё имя и фамилию. Не моё, а своё. Отлично. Вы эту страницу разрабатываете сами, так что все права у неё остаются за вами. Замечательно. И смотрите, если мы... Вот спецсимволов вообще в HTML большое-большое количество. Если вы сейчас зайдете на Google или на Яндекс и ведете запрос спецсимволы в HTML, то вам автоматически в поиске выдаст кучу сайтов, где содержатся таблицы с всевозможными спецсимволами. То есть там и наши кавычки, и знаки копирайта, и различные другие значки. И всё это вы можете использовать в HTML. Но если вы используете редактор Brackets, здесь есть замечательное расширение. Давайте я вам покажу этот плагин. Так, так, так. Сейчас я вам покажу, как он называется. Special HTML Characters, видите, да? То есть вы просто-напросто устанавливаете себе этот плагин, затем нажимаете Alt-C, и у вас появляется таблица с различными спецсимволами. Видите? То есть я навожу, например, на знак амперсанда, ой, открывающий угловой кавычки, и здесь сразу появляется её значение. И сразу же, если вы, например, давайте я уберу копию Alt-C, нажму и поставлю здесь знак копирайта, мы просто можем щелкнуть, и знак автоматически сюда проставляете. То есть чуть что, можете спокойно пользоваться вот этими штуками. Точнее, этим плагином. У меня по этому плагину отдельные уроки, и под этим видео я скину на него ссылку, чтобы вы могли тоже себе установить в редактор. Замечательно. Теперь двигаемся дальше, изучим ещё парочку символов, и на этом на сегодня закончил. Точнее, тегов. Итак, следующий тег — это тег абзац. Вы уже его знаете, да? Который размещает на HTML абзацы текста. У него есть свои собственные отступы. Давайте мы сделаем, тут напишем просто P. Вот так вот. Здесь мы удалим. Кстати, можете сразу дописывать, что тег парный, чтобы вам потом не путаться и не забывать. И здесь оформляет текст в абзацы. Оформляет текст в абзацы. Возможно, можно как-то лучше писать, но это первое, что мне пришло в голову. Останавливаться мы на нём не будем. Единственное, что здесь видим, между абзацами всегда есть какие-то отступы. То есть в CSS мы, кстати, можем их прописать, указать, какие это отступы, величину и так далее. В общем, там всё можно указать. Дальше. Следующие теги, которые мы разберём. Давайте я опять скопирую строчку. Это теги B. Давайте мы сразу их разместим. Так. И strong. Стронг. И знаете что? Чтобы было нам лучше, больше понятно, давайте мы вот наши собственные вот эти теги, которые вы вводите, заключим в теги, которые обрабатываются. То есть видим тег B, жирный, и тег strong. Давайте мы его тоже тут напишем. Strong. Отлично. Вот так вот. И делаю копию, вставляю сюда. Так. Замечательно. Эти теги. Эти теги делают, делают текст жирным. Ну вот так. Просто и понятно. Отлично. Теперь делаем копию этой строчки. Я потом объясню, в чём разница между этими тегами. Но давайте сначала разберёмся до конца. И следующие два тега, которые вы тоже должны знать, и они часто используются, это теги I и тег EM. Давайте мы сразу же их здесь и проставим. Так. И EM. И EM. Так. Делаю текст курсивом. 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 Замечательно. Так. И последние два тега на сегодня тоже такие же простые. Так. Давайте я сделаю вот так вот. Здесь мы вот это всё давайте уберём. И здесь тоже. Так. Это теги S. S и тег U. У. Так. И тут сразу же давайте поменяем, чтобы вы видели, что они делают. Эти теги. У. Так. И видим. Первый делает текст зачёркнутым. Зачёркнутым. А второй делает текст подчёркнутым. Подчёркнутым. Ну что же. Всё, что нам осталось, это узнать, чем отличается тег B от тега STRONG и тег E от тега EM. Здесь всё на самом деле просто. Если мы используем теги B, E, S, U сугубо как для оформления текста, как фантики для слов, то есть никакой смысловой нагрузки это не несёт, просто визуальный эффект, то тег STRONG и тег EM это теги, которые акцентируют внимание на тексте. Что это значит? Это значит, что ими вы должны выделять действительно важные моменты на ваших статьях, именно важные для ваших посетителей, а не просто потому, что вам так захотелось. И сразу же давайте запишем ещё одно очень важное, а точнее очень важную одну истину. Это следующее. Теги. Так. И давайте скопируем вот здесь. Так, теги сделаем 5 копий, вставим. Так, 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 и так. И здесь, внимание, теги H1, теги H2, H3, H3, а также STRONG и EM, EM, они важны для поисковых систем. Запишите это. Важны для поисковых систем. Используются, используются для оптимизации страниц сайта под поисковые запросы. И напишем предупреждение. Давайте жирным даже мы их напишем, это предупреждение. Применяйте их с умом. То есть не стоит перебарщивать. Это не значит, что если вы везде накидаете тегов STRONG, H1 и других тегов на всю страницу, что от этого будет только лучше. Наоборот, улетите в бан. Их надо применять только действительно там, где это имеет место быть. И вообще на эту тему у меня записано отдельное видео, чек-лист по оптимизации статей на вашем сайте под поисковые системы. Я рекомендую вам его посмотреть. Ссылочку на это видео я оставлю в описании к этому занятию. Просто пройдите и посмотрите, если вам это интересно и надо. Итак, друзья, в принципе на этом все. Спасибо за внимание. Помним, что как только данный урок наберет более 40 лайков, я сяду для вас и запишу новое видео по курсу HTML Master. На связи с вами был Серега. Всего хорошего. До скорых встреч.